Народ, всем привет! С вами канал Adonata Cinema. Сегодня у нас первое видео по подготовке к нашему большому ролику про Nipforce Picks. 3, 2, 1, поехали! Уже больше трех лет я снимал все свои ролики на электронный стабилизатор Zhiyun Crane первой версии, которой уже даже у них на сайте нет. Один из главных недостатков был в том, что Steadic валил горизонт на скорости. То есть ситуация была такая, когда мы находимся в машине, едем прямо и снимаем прямо, при любом повороте, когда машина входит в поворот, стабилизатор, камера начинала просто уплывать то влево, то вправо, в зависимости от поворота. И единственный вариант, как это можно было корректировать, с помощью джойстика. Но это очень было неудобно, особенно как наполовину высунулся из багажника автомобиля на скорости, и тут еще тебе приходится горизонт ловить. И второй момент, у этого стабилизатора не было толкового дистанционного управления. Единственной возможностью управлять стабилизатором дистанционно, это был виртуальный джойстик в приложении на телефоне. Но и то это было на самом деле очень неудобно, потому что область этого джойстика была достаточно маленькая, и поймать нужный угол с помощью него было практически невозможно. И второй вариант, это у стабилизатора был такой маленький пультик, который также по блютузу с ним связывался. Но расстояние, как у смартфона, так и у этого джойстика было буквально 10 метров. А если между камерой и оператором было какое-то препятствие, допустим, даже лобовое стекло автомобиля, то и об этом управлении можно было практически забыть, потому что сигнал управления просто не проходил сквозь это стекло. Ну и в итоге этот стабилизатор я продал и решил взять себе Ronin SC. Ну и так как джойстика нам за рекламу не платит, поэтому я вам расскажу не только все плюсы этого стабилизатора, но и минусы, которые на самом деле очень огорчили. Собственно, получаете вы свой Ronin вот в таком вот чемодане. Это у нас что-то вроде пенопласта. Сразу здесь же у нас ненужная макулатура, два ключа шестигранных, болты. Далее у нас идет сам стабилизатор и ручка-батарейка, которая собирается вот так. Очень понравилось, что в комплекте сразу идет вот такая вот тренога, полностью из пластика сделанная, я так понимаю. С торца мы здесь видим две резьбы, это под 1,4 дюйма и 3,8. То есть сама тренога вкручивается в одну четвертую. Также в комплектации у нас здесь крепление для смартфона. Лучше бы его здесь не было, потом расскажу, зачем вам надо. Быстросъемная площадка вот с таким вот болтиком. Также здесь идет вот такой переходничок с Type-C на microUSB, который нам никогда не понадобится. Я уверен, проводок Type-C на Type-C. Зарядный кабель тоже на Type-C. И вот такой вот кабель Type-C на microUSB для подключения камер Sony. В отличие от Zhiyuna, который у меня был, здесь зарядка идет прямо через гнездо в стабилизаторе. То есть не надо вынимать ни батарейки, ни дополнительную зарядку с собой таскать. Единственное, что когда батарейка садится, у вас уже не получится взять из запасного комплекта батарейки и вставить сюда. То есть здесь уже придется покупать либо дополнительную такую вот ручку, которая явно стоит подороже, чем аккумуляторы от Zhiyuna. Или ждать, пока зарядится основная. Ну и вот такой вот переходничок. Это, я так полагаю, для маленьких камер, чтобы их было проще сбалансировать. Итак, что же меня выбесило с самого начала? Это вот такие вот болтики, идущие в комплекте. Вот такие. Которые крепят камеру. Вот как я в полевых условиях могу закрутить болтики, если у меня нет отвертки или хотя бы, не знаю, монетки 50 копеек. Это просто идиотизм. Этот болтик я сразу сменил вот на такой болтик, который у меня валялся в загашнике. То есть, видите, у него есть такое вот ухо, за которое просто пальцами можно спокойно зажать камеру. Вот этот без отвертки или монетки зажать вообще не получится. Ну, я балансирую свою сумму примерно на центре. Так, ну и вставляем вот в этот вот разъёмчик. Балансировка этого стабилизатора, мне кажется, намного сложнее, чем было у меня на Жиюне. Во-первых, это из-за того, что ось Pitch и ось Roll, они балансируются одним болтом. То есть, вот здесь вот выполнен единый рычаг, который не балансируется. На Жиюне вот здесь был болтик, и мы могли туда-сюда двигать. Здесь всё это выполняется вот этой одной кареткой. То есть, нам надо ослабить нижний болт, отбалансировать камеру по наклону вперёд-назад. И отбалансировать, сдвигом вот этой каретки влево-вправо, ось Roll. То есть, наклон влево-вправо. Ну, на самом деле, это не сильно удобно. Кроме того, в этом стабилизаторе сделаны вот такие вот фиксаторы осей, которые позволят зафиксировать камеру в определённых положениях. Для чего это надо? Во-первых, это помогает проще балансировать всё это дело. То есть, мы фиксируем эти две оси и балансируем вот эту. Затем вот эту ось мы фиксируем и балансируем уже вот эту. Просто с вот таким расположением двигателя, когда он чуть ниже смещён, чтобы монитор могли всё видеть, балансировка становится чуть-чуть потяжелее. Кроме того, эти фиксаторы помогают при транспортировке. То есть, мы вот так вот складываем камеру, и в рюкзаке у нас она не болтается. Хотя, на самом деле, можно было фиксаторы сделать пожёстче, потому что это всё напоминает, ну, как вот такой дешёвенький Китай, когда вот такая вот болтанка начинается. Так, что касается самой эргономики, вот здесь очень классная ручка. Держать её, на самом деле, очень удобно. В отличие от ЖИЮНА, здесь вот сделана вот такая вот прорезиненная ручка. Она очень удобная, как и хват у неё удобный, так и не холодно её держать. Потому что на ЖИЮне была труба, железная просто, и рука отмерзала, на самом деле, если снимаешь на морозе. Второй косяк этого стабилизатора, в отличие от моего ЖИЮна, это то, что ось 360 градусов, здесь только одна. Как вы можете видеть, ось Pitch, она ограничена, и ось Roll, она ограничена. Почему это плохо? Ну, во-первых, когда вы хотите перехватить камеру вот в такой хват, вы это можете сделать только через одну сторону, через вот эту. А сделать через вот эту сторону у нас это не получится. Хотя все вот эти вот зазоры, они позволяют это сделать, но из-за этих фиксаторов через эту сторону я её перехватить не могу. И это, на самом деле, большой косяк, критичность которого я продемонстрирую уже с другой камерой. Также в комплекте вот такой вот у нас идёт крепёж для смартфона. Здесь я уже установил площадку, к которому её можно привинтить. Вот, то есть мы её прикручиваем, и она вот так вот может вращаться. То есть можно здесь использовать телефон как монитор своей камеры, хотя это, в принципе, бесполезная вещь, потому что все трансляции видеосигналы идут по Wi-Fi, и потому что там очень большие задержки, и снять качественного продукта у вас не получится. Либо мы можем использовать, допустим, приложение Aronin. Вот так вот. Включаем его. Так, здесь он уже подключился, и мы можем спокойно использовать приложение для нашего Aronin. Ну и теперь я расскажу о косяке, который ни на одном YouTube-обзоре я не нашёл, потому что это очень паллено на самом деле. Если вы используете стабилизатор для репортажной съёмки, и у вас, допустим, два объектива, то это просто геморрой. Вот смотрите, объясню. То есть вот у нас первый запуск Aronin. Мы его отбалансировали, то есть здесь всё нормально по осям, и нам надо прописать ему настройки моторов. То есть вот мы его подключаем. Очень круто, да, всё одной кнопкой. Вот, раз, и он начинает балансироваться. Вот он сбалансирован. Всё, как бы его ни крутили, он отлично будет выполнять свою работу. Но! Давайте попробуем сменить объектив. То есть как я сделал на своём старом живине. Я брал объектив, откручивал. Ставил другой объектив. Более-менее на ходу балансировал камеру. Ну, примерно, нормально. То есть при вот такой балансировке Zhiyun работал вообще вот. Как нефиг делать. Включаем стабилизатор. То есть он сбалансирован, да, можно идти снимать. Но смотрите, что будет дальше. Вот это новые технологии. Кто давно занимается такими вот стабилизирующими системами, наверное, помнит стабилизаторы, которые были на контроллере Alexmos. Вот там была такая же фигня. Мы когда на дроны ставили подвесы с таким вот контроллером, там что не так, ему он сразу начинает так вот трястись, да? То есть даже тот же самый Zhiyun. Если у него была балансировка смещена, ему он просто не вытягивал двигатель. Он делал вот так вот. Раз, раз. Вот так он кивал. Этот трясется как будто, я не знаю, паралитик какой-то. То есть нам надо опять зайти в это приложение, нажать мотор автотюн окей, и он пойдет его перебалансировать. То есть для репортажки вот эта тема на самом деле очень ужасная, потому что эта балансировка сколько идет? Ну, секунд 10 она точно идет, да? И при каждой смене объектива, ну, это, блин, мне кажется, это идиотизм. Если у вас одна камера и один объектив, даже если он зум, в принципе, пофигу. Но если у вас сменные объективы, мне кажется, это вообще провал. Вот, то есть мы сбалансировали, и тогда уже пошли работать. Поэтому я и говорю, что лучше бы этого кронштейна под телефоном вообще не было, и не было проблем с калибровкой этого подвеса, чем вот так вот. То есть мне надо и камеру сбалансировать сначала здесь, и потом время потратить на настройку вот этого всего дела. Причем я заметил, когда я сбалансировал нормально камеру дома, я вышел на мороз, примерно было минус 5 градусов, он опять начал вот так вот дрожать. Видимо, холодно ему на морозе стало. Ну и, в принципе, я думаю, это все минусы этого стабилизатора, но о которых, я думаю, надо было рассказать, потому что, еще раз повторюсь, ни в одном YouTube-обзоре таких вот косяков не было показано. На самом деле, если вы там снимаете какие-нибудь свадьбы или что-нибудь такое, ну, вам это надо знать перед покупкой. Ну и теперь расскажем, зачем я, в принципе, купил этот стабилизатор, поменял на него свой ЖИЮН. Ну, во-первых, здесь очень много режимов. То есть в ЖИЮНе было всего три режима, здесь их до черта. И их можно все настроить. Первый режим. Это у нас фоллоу настроен только по одной оси. То есть он следит только за поворотами влево-вправо. Причем, если я держу стабилизатор в вертикальном положении и перевожу его в горизонтальное положение, то камера не дергается, не сбивает свое положение, как на ЖИЮН. То есть там, если вот так вот дергаешь, то мотор, вот этот яв, он переключается на ось ролл, то есть уже он получается верхним мотором, да, и камера может там дернуться, уплыть и как бы план будет завален. Здесь такого нету. Второй режим у меня настроен на полный фоллоу по всем осям. И третий режим. Мы его наклонять можем не только вперед-назад, но и дополнительно валить в горизонт. То есть можно сделать очень крутой план на самом деле. Также здесь такая вот есть кнопочка под указательным пальцем. При двойном нажатии она центрирует камеру, то есть выводит ее в горизонт. Вот. При тройном нажатии она переключает на селфи режим. Ну, хотя он нафиг не надо на самом деле. Что еще крутого здесь, что в режиме полного слежения я могу дополнительно еще контролировать все это джойстиком. То есть на ЖИЮНе такого сделать невозможно было. Нужно было именно переходить в первый режим, где ось вверх-вниз не работала и уже там только управлять. Самый трендовый сейчас режим это 360. То есть мы можем ввести камеру к объекту или от объекта и вращать камеру на 360 градусов. Также здесь достаточно много режимов разных для снятия панорамы, таймлапса, всякой такой вот ерунды. То есть когда у вас под стабилизатор сам будет регулировать угол наклона и поворота камеры, то есть вам нажали кнопочку и все, он вам сделал таймлапс. Первый модный режим это Active Track. Что это такое? Это мы берем, перекручиваем крепление для смартфона на камеру, ставим сюда сам смартфон. Опять, естественно, надо все перебалансировать. Дополнительно надо подключить вот такой вот проводок для управления камерой. Об этом проводке я еще расскажу. вот, и нажимаем Active Track. То есть мы, допустим, выделяем область, на которой должен следить стабилизатор. и он сам отслеживает наш объект. То есть нам не надо управлять ни джойстиком, ни наклоном. Это удобно, если мы, допустим, бежим рядом с объектом, нам надо бежать, смотреть под ноги, а не в монитор. Вот, включаем такой вот режим, и все это дело автоматически отслеживается. Ну и самый главный режим, ради которого, в принципе, я это все купил, чтобы попробовать режим Force Mobile называется. то есть это управление гироскопом телефона. Мы включаем этот режим, и стабилизатор повторяет все движения нашего смартфона. И о практическом применении этого режима я расскажу в следующих видео. Ну и что касается вот этого проводка. Даже с нашей маленькой Соникой А6300, чтобы перевести камеру вот в такое положение, надо провод этот поправлять все время. и обратно вот так вот. Это с Соникой А6300. А сейчас я покажу, что будет, если поставить сюда А7-3. Так, ну вот у нас Sony А7 с объективом Tamron 28-75. То есть самый такой ходовой наборчик, да? Вот. И вот мы, допустим, снимаем, 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 и надо перевести в положение, когда камера идет снизу у нас, да? То есть, естественно, через тест-то мы не перевернем, потому что у нас фиксаторы, а через эту сторону вот этот гребаный проводочек, который у нас не угловой аккуратненький, а вот такой на всю вот эту размашистую площадь. То есть, чтобы нам перевести в положение вот такое, надо провод отключить и потом его подключить снова. Ну, я считаю, что это капецко неудобно. Поэтому этот проводок можно, в принципе, отключить и уже полноценно снимать как хотите. В принципе, это все основные моменты, которые я хотел рассказать об этом стабилизаторе. Сейчас я специально не стал показывать качество стабилизации иронина, потому что очень многие стабилизаторы сейчас работают практически одинаково, и все зависит только от камеры, которая установлена на стабилизатор, то есть, есть ли у нее там оптическая стабилизация или матричная стабилизация, и от плавности ваших движений. Все, больше ни от чего. А вот в следующих выпусках мы уже покажем конкретно работу этого стабилизатора, как мы будем крепить его к нашей съемочной машине. Естественно, мы все это будем делать собственными руками, будет очень много колхоза, но это все будет достаточно весело и интересно, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Отвертка есть! Отвертка! Знаешь, я вот сейчас отпускаю и все это падает. Вот прям...